Пункт 2.5 обязывает граждан носить маски, средственные для защиты и торговые центры, общественные места, транспортные средства. Второй год в условиях пандемии. Масочный режим в Самарской области требования обязательные к исполнению. Поездки без средств защиты органов дыхания ставят под угрозу здоровье всех участников движения. Поэтому рейды по выявлению нарушений проводятся каждый день. Во всех видах общественного транспорта. Как утром, так и вечером. В целом граждане более ответственно стали подходить к ношению масок, к соблюдению вот этого необходимого требования. По-прежнему мы проводим 12 рейдов в день, привлекаем сотрудников органов внутренних дел. Чаще обходится замечанием. Практика показывает, что маски при себе имеют практически все. Иногда небезразличные горожане делятся с пассажирами запасной. Тем же, кто отказывается надевать средства защиты, стражи порядка могут выписать административный протокол. Только за этот год судебные извещения получили более 300 противников масочного режима. Впрочем, уже сегодня многие жители стали признаваться, что вновь начали запасаться масками и перчатками впрок. Были промежутки, что и не носили. А сейчас что-то уже прям опять этот индийский этот. Поэтому уже страшно. Я хотела бы, чтобы таких проверок было бы чаще. Были бы чаще. Потому что люди, я не знаю, на что надеяться. Маски где-то внизу. Ничего не боятся. Спасибо вам за внимание. Все должны носить. Конечно. Даже привитые. Совершенно верно. Спасибо. Буквально несколько недель назад, когда в регионе еще наблюдался спад заболеваемости, рейды фиксировали всплеск нарушений. Иногда поступали жалобы горожан и на самих работников линий. Звонки на горячую линию поступали и сообщения в соцсети о том, что обратите внимание, ваш кондуктор со спущенной маской, там водитель тоже приспустил маску. Ну и также от пассажиров звучали такие же просьбы. Скажите своим кондукторам, пусть напоминают всем пассажирам, чтобы маски надевали. Ну, конечно же, мы всех проинструктировали еще раз, напомнили. Те, кто были без масок, пришлось их наказать. За нарушение инструкции сотрудников транспорта могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Оденьте маски, мы всегда перебросим. Мы же тоже не хотим, мы хотим жить, здоровым быть. Желаем всем тоже здоровья. Рейды в городе будут проводиться до полного снятия масочного режима оперативным штабом. Ну а пока проезд без маски запрещен. Только за прошлую неделю за несоблюдение требований регионального Роспотребнадзора из салонов наземного транспорта высадили 124 человека. На четверых из них были составлены административные протоколы и выписаны штрафы. Гульфия Сафина, Николай Епифанов, События.